Привет, с вами Андрей и канал Смарт Плюс. Ну что же, пришло время рассказать вам о живом использовании данного гаджета. Пользуется им мой коллега. Это Redmi Note 5. Он у него один, потому только ими пользовался всё это время и впечатлений море. А вот лично я тоже делал обзор, пользовался, тестировал, но чуть меньше. Потому готовьтесь слушать о живых впечатлениях об этом гаджете и хорошо ли он вёл себя всё это время. Внешне вы уже видели его и не раз, а вот удобно ли им пользоваться? В кармане носить можно. Сидеть с ним, конечно, не всегда удобно, если у вас нетянущиеся джинсы, к примеру. Но жить можно, всё-таки тут 6 дюймов. Носился он в чехле, вначале в родном, потом докупился другой, более качественный и вполне устраивает такой вариант. Если вам интересно, то ссылка на сам чехол и сам гаджет, где покупалось всё это дело и актуальные цены, оставлю в описании. Как видите, корпус чёрный и благодаря чехлу он выглядит так же, как и при покупке. Пластиковые вставки не издают звука при надавливании. А вот на экране за это время появились микроцарапины. Если присмотреться, конечно. А также есть одна довольно-таки заметная. Но при этом он бережно носился в пустом кармане. Это значит, что защита в экране так себе. Ну а что, на чём-то же нужно было сэкономить. Хотя не сказать, что телефон очень дешёвый. Это среднеценовой сегмент. Кстати, о экономии. Раньше во времена Redmi Note 3 Pro так не экономили на кабелях, например. Комплектный кабель очень короткий. И если раньше можно было лёжа на диване подзаряжать, то сейчас это не столь удобно. А ещё индикатор. Как вы знаете, одноцветный. Раньше ставили многоцветные. Вот на таких мелочах экономят. И это не очень радует. Что касается разъёма microUSB, то тут двоякое впечатление. С одной стороны, людям, что не пользовались Type-C, хватит вполне и этого стандарта. А те, кто уже попользовался Type-C, не очень, то и захотят возвращаться на microUSB. Но реально же удобнее. Xiaomi, начинай уже ставить Type-C в бюджетнике или хотя бы в средний сегмент. Ведь всё равно они скоро вытеснят microUSB. Вот эта экономия в данном случае реально бесит. Хорошо хоть вход по 3.5 джек есть. И нет моноброви. Ведь Redmi 6 уже, например, пострадал от неё. Вернёмся к экрану. Экран вполне устраивает. И по цветам, и по яркости углам обзора нареканий нет. Плюс можно отрегулировать баланс белого. Ночью читать комфортно благодаря низкому уровню подсветки. И днём не блекнет. Также на самом экране приятное олеофобное покрытие. Сканер работает очень шустро. И что приятно, есть Face Unlock. Но только если выставить регион Россия или Бельгия, для украинского региона Face Unlock не предусмотрен. Работает он очень хорошо, даже при плохом освещении. Но если честно, это ближе к баловству, чем к востребованной функции. С кадром тут быстрее. В обзоре я рассказывал, что в наушниках звук тихий и много басов. Оказывается, есть стандарты. В Европе громкость должна быть в пределах допустимых норм. Что это? Реально лучше, чем голый андроид. И не зря. Реально много фишек. Многие потому и выбирают Xiaomi ради оболочки. Теперь о камерах. У нас на канале есть отличное сравнение камеры с участием нашего героя. Советую посмотреть, перейдя по подсказке сверху справа. Что можно сказать? За свои деньги отличная камера. Особенно в фото возможностях. За исключением видео. Слабый динамический диапазон, хоть и электронная стабилизация есть. Изначально отзыв готовился на MIUI 9 и снималась тоже половина на девятке. Но коллега не выдержал и установил бету MIUI 10. Но вам не советуем пока экспериментировать, есть нюансы. Тут присутствуют изменения некоторые в интерфейсе, звуки и так далее. Также видео теперь камера может снимать в 60 FPS. Ну и сразу смотрим пример. Видно, что частота кадров выше, но четкости меньше. Но взять, например, с собой на море, пофотографировать, вполне не стыдно потом выкладывать в социальные сети или показывая друзьям. Качество точно порадует. Заряд держит нормально, на целый день хватает. Но как показывает практика, на ночь нужно ставить на зарядку. Но если совсем мало пользовались, то на полтора, максимум два дня. Да тогда лучше купить какую-нибудь звонилку кнопочную. И будет вообще неделя. А так строго на день, без подзарядки, при активном использовании. Что тоже очень хорошо. 4000, вот это нормальный показатель. Выдает от 6 до 8 часов экрана. Заряжается смартфон не очень шустро, но в принципе хватит. Пробовал подключать к быстрой зарядке, все шло чуть веселее. А на родном зарядном устройстве от 0 до 100 заряжается примерно за 2 часа. Проблем с приемом всех поддерживаемых сетей не было обнаружено. Wi-Fi, Bluetooth, GSM, GPS, все это очень хорошо работает здесь. В играх смартфон ведет себя тоже на приличном уровне. Snapdragon 636 на сегодня твердый середнячок, на котором можно поиграть. Правда не на ультра настройках в тяжелых играх. Заходите кстати смотрите игровой тест, который мы проводили. Подсказка в верхнем правом углу. Приятно, что смартфон не сильно греется и не троттлит заметно. Ты даже не представляешь, как тебе повезло. В целом владелец аппаратом вполне доволен. Что бы еще хотелось? NFC, Type-C, PC, CC. Стоп, замечтались, заговорились. Пока обломимся. Xiaomi ставит их в дорогие флагманы. Но главное цены наконец-то стали людскими. Ведь версию на 4.64 можно купить за чуть более чем 185 долларов за золотистый цвет. Это же не 300 баксов, которые продавцы просили в начале продаж. А на 32 вообще за 160 долларов. Вот теперь можно смело рекомендовать к покупке. За такие деньги они просто отличные. Огонь, как говорят. А ссылки на лучшие цены смотрите внизу в описании. А с вами был Андрей. Канал Smart Plus. Всего самого наилучшего. Подписывайтесь на канал. И всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok